Приветствую вас, вы, вот, что интересно, мне задавал этот вопрос, да, то есть вы просто описываете свой страх и всё, вот, нужно был бы вопрос, задать какую-то, вот, нужно было бы какое-то направление задать, в каком ключе вы бы хотели сами этот вопрос решать, потому что он ключик направлен нескольким, да, медицинское направление, психотерапевтическое направление, может быть, совмещенное, да, то есть когда и медицинское, и психотерапевтическое, вот, можно выбрать там нетрадиционный метод лечения, то есть там, по типу, ну, через там медитации и так далее, ну, то есть в рент, в рент, в принципе, довольно много, вот, поэтому первое, наверное, то, что вы сами-то чего хотите, ну, сами, вообще, какую-то сторону сами хотите двигаться, испуяются, что хотите, заоо, вот, это, вот, не понятно, а, ну, как бы, вот, дальше-то чего-то, то есть, ну, дальше-то, как бы, вот, какую сторону хотите двигаться, да, как бы значит, это, вот, мне кажется то, на что вам нужно обратить, вам внимание, это первый момент. Второй момент, значит, вы не боитесь, пытается, да. Есть, значит, страх выдохнуться. Вот. Вот. Такой вот, не сказал бы, что прям очень распространен, но такая фобия, которая встречается. Страх выдохнуться. Значит, с чем связано, да, подавиться еду и проглотить? Собственно, вам покажется странным, вероятно, то, что я сказал, но, как правило, подобное связано с подавленным голосом, то есть чем больше вы подавляете в себе своих чувств, тем больше вы не высказываете, ну, своих вот переживаний. там, своих эмоций, вот, когда вы, вам затыкают рот, вот, когда к нам говорят, типа, да, ты фигню какую-то говоришь, да, и так далее. Вот. Вот, появляются подобные истории. Вот, если это, ну, по сути, по сути, по сути, ну, это может быть, это может быть, что-то, может быть, проводовый стыд, то есть вот, ну, такая вот ваше, такое ваше реагирование, да, может, может касаться стыда, то есть вы можете испытывать стыд, вам может быть свойственен стыд, вам может быть свойственна такая вот стыдливость какая-то, вам может быть свойственное подавление себя опять же в рот, вам может быть свойственное сдерживание опять же себя, то есть вы опять же можете как-то вот себя-себя стараться сдерживать и так далее. То есть вариантов здесь довольно-таки много и нужно смотреть, что у вас в жизни происходит, чтобы дать вам какое-то вот направление по поводу того, куда и в какую сторону вам двигаться, если вы, конечно, хотите свою проблему решать. Вот. Это то есть только, это ваша ситуация. Вот. Проблема эта связана в какой-то степени с навязчивыми мыслями, навязчивыми идеями, вот, навязчивыми, навязчивыми, ну просто такие вот, такой, знаете, механизмы навязчивых здесь вот могут быть, вот, поэтому как бы, может быть, ну может достаточно такой вот серьезный негатив-негатив присутствовать в том, что, ну в том, как вы себя воспринимаете, да, как вы к себе относитесь, вот, и так далее. То есть вариантов, ну достаточно много вариантов, достаточно много вариантов, вот. Вопрос другой, что вы хотели бы с этим делать? Вот. Вопрос другой, что вы собираетесь с этим делать? То есть, ну, готовы ли вы решать этот момент? Потому что с этим нужно работать, а может усугубляться. Вот. Такой вот, несколько, несколько символичный ответ мне хочется верить, я вам дал. Ну, может быть, в какой-то степени, история еще и другой быть, может быть, история другой быть, но история может быть связана с тем, что вам тяжело что-то принимать в жизни. Вот. Вот. Но, может быть, связаны с совершенно другими аспектами, вот, которые вообще не относятся к тому, чем я сказал. Вот. Именно поэтому, на мой взгляд, так важно, каждый отдельный статус разбирать, ну, отдельный уникал, а вот. А не пытаться, пытаться, там, допустим, ну, не пытаться, там, что-то придумывать, да, и пытаться что-то гадать. Вот. Почему, собственно, вам я сразу задал вопрос, касающийся того, с чего вы хотите, ну, то есть, вот, именно того, что нужно вам. Почему я сразу прямо вас об этом спросил, потому что, потому что это важно, достаточно важно. Вот. И если вам нужно это исправить, то, соответственно, имеет смысл с этим разбираться более подробно. Когда началось, например, то есть, ну, просто, просто объективно, когда это произошло, вот, с вами, то есть, ну, когда, когда вы почувствовали, что вас это, вас это стало беспокоить, да, вот, когда это вышло, получается, из зоны, ну, когда это произошло, вы навешиваете, вот, тут еще, может быть, может, приваливаются страх смерти, вот, то есть, ну, вы можете, вы можете бояться, вы можете бояться смерти, ну, просто бояться смерти, вот, и, соответственно, соответственно, здесь уже нужно работать вот с такой, с такой, с такой историей, с историей именно страх смерти, вот. Ну, вот, наверное, наверное, как-то, как-то так, наверное, вот, какой-то такой ответ я могу отдать, вот. Сейчас, ну, вот, сейчас, с точки зрения психологии, вот, и надеюсь, что вам это будет, ну, полезно, вот. Надеюсь, что вам это будет, а, интересно, а, надеюсь, что вам это будет, а, на поле, так, ну, вот, то, что я вам, а, сказал, вот, ну, на этом все, пожалуйста, я хочу пожелать вам удачи, вот, хочу пожелать вам всего самого доброго, вот, и, я надеюсь, на обратную след, вот, ну, вашу, на вашу обратную след, надеюсь, вот, она может, а, послужить, началом, а, работе над собой, именно, именно, именно для вас, да, то есть, вот, сейчас, просто, вот, возьмите и, а, как-то, вот, посмотрите, как у вас это, вот, все произошло, да, так, как бы, September 1, вот, такая история, а, такой момент, вот, вот, а, удачи вам всего самого доброго, будем на verder обращать, спешу, если вас появится такое желание. Продолжение следует...